Здравствуйте, дорогие друзья! Слышно ли меня, видно ли меня? Простите за задержку, техническую заминку, немножко по времени, да? Задержались в связи с технической накладкой. Отзовитесь, если вы меня слышите, среагируете. Здравствуйте! Здравствуйте! Тогда начинаем. Разрешите представиться. На моем вы видите на экране Оксана Андреевна Малых, преподаватель кафедры китайского языка Московского городского педагогического университета. И сегодня наша серия вебинаров подходит к концу, заключительный вебинар, который посвящен непосредственно подготовке к устной части контрольных материалов ЕГЭ по китайскому языку. Итак, как мы все с вами понимаем, да, совсем скоро вам придется сдать китайский, да, по выбору в качестве выпускного экзамена на государственной итоговой аттестации. И ваша основная задача, естественно, показать хорошее владение языком и поступить в итоге в выбранный вами ВУЗ. Для подготовки, в первую очередь, я рекомендую вам досконально изучить демо-версию, которая представлена на сайте Федерального института педагогических измерений. А также специально для вас, дорогие выпускники 2020 года, сотрудниками ФИПИ, было разработано специальное пособие, методические рекомендации для подготовки, индивидуальной подготовки к ЕГЭ по китайскому языку, они также есть на сайте ФИПИ. И давайте сформулируем главные установки. Естественно, вам нужно хорошо показать хорошее владение китайским, вам нужно хорошо понимать, из чего состоит контрольно-измерительный материал ЕГЭ, да, вообще, в принципе, экзаменационная работа ЕГЭ, и иметь точное, полное представление о формате экзамена, типах заданий и времени, которое отводится на каждое из них. Собственно, с этой целью мы и собрались сегодня. Экзаменационная работа ЕГЭ по китайскому языку состоит из двух частей, из письменной и устной. Письменную часть мы освещали в первом и втором вебинаре, которые были на прошлой неделе, они есть на канале YouTube Института непрерывного образования МГПУ, вы можете с ними ознакомиться. А сегодня наша речь пойдет об устной части. Итак, ну, опять же, да, представляю здесь целиком все содержание нашего контрольно-измерительного материала, но нас интересует непосредственно устная часть, говорение, это три задания, они в совокупности, за них максимальный балл, который вы можете набрать, это 20 баллов. Опять же, так же, как и раздел письмо, это составляет целую одну четвертую от максимально возможного первичного балла, от 80, поэтому это довольно такая серьезная, весомая часть работы. Говоря об устной части ЕГЭ по китайскому в первую очередь важно объяснить некоторые моменты, связанные с техническими какими-то особенностями проведения данного экзамена. Итак, устная часть экзамена имеет компьютеризированную форму, экзаменуемый получает отдельное автоматизированное рабочее место. В аудитории будет находиться специалист, который призван решать технические проблемы, если они вдруг возникнут у вас во время ответа, либо во время подготовки к ответу. Задания предъявляются экзаменному по очереди, время подготовки и время ответа строго лимитировано самой компьютерной программой. Никакие действия экзаменового не могут привести к увеличению времени подготовки или, собственно, времени ответа. В процессе подготовки к устному ответу участнику экзамена запрещается делать какие-либо заметки, письменные записи. Устная часть экзамена проверяет умения спонтанной неподготовленной речи. После ответа экзаменуемый имеет возможность прослушать аудиозапись своего ответа. Рекомендуется прослушать всю аудиозапись своего ответа от начала и до конца. Не только ее начало, да, не только то, что она, в принципе, началась, запись. Если ответ участника экзамена или его часть по каким-то причинам техническим не был записан или был записан в плохом качестве, были какие-то помехи, экзаменуемый сообщает об этом ответственным лицам на пункте приема экзамена, и, возможно, вам будет предоставлена еще одна попытка сдать экзамен, устную часть экзамена еще раз в резервный день. Это касаемо технической такой части. Итак, устная часть ЕГЭ проверяет продуктивные речевые умения, то есть умения говорения, и состоит из трех заданий трех уровней сложности – базового, повышенного и высокого. Со свободно конструируемым ответом время выполнения заданий – 13 минут всех заданий устной части. Это время и подготовки, и ответов. Знания, умения, навыки, которые приобретены вами при самоподготовке к песенной части и сформированной компетенции, также помогут вам и при сдаче устной части. Задание 1 – базового уровня сложности, и оно проверяет умение участвовать и вести условный диалог-распрос. Ну, естественно, на опоре, опора при явном виде слов, такие опорные слова, да, что вам нужно запросить. Цель задания 1 – проверить умения, осуществлять запрос информации в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения, а также точно и правильно употреблять языковые средства оформления вопросов. Здесь делаю маленькую ремарочку относительно того, что если вы сдаете экзамен ЕГЭ по английскому языку или другому иностранному языку западноевропейской группы, то в устной части 4 задания, да, и первое задание – это чтение текста вслух. Как вы понимаете, пока данное задание у нас не включено в контрольный измерительный материал ЕГЭ по китайскому по ряду причин, связанных со сложностью формирования такого рода произносительных навыков в китайском языке. И, к сожалению, и по опыту апробации, и по опыту прошлого года, 2019-го, как сдали наши экзаменуемые ЕГЭ по китайскому, мы видим, что и очень много ошибок в тонах присутствует, и очень много ошибок, в том числе и в произнесении, да, произнесении инициалей и финалей. Поэтому далее также есть группы, да, сложности, связанные с тем, что, может быть, не все иероглифы, которые будут в тексте определены для чтения, да, вслух будут знакомы. Это тоже отдельная группа такая, сложности, проблем. Поэтому задание 1 у нас тут расходится с западноевропейскими языками, оно в контрольных материалах ЕГЭ по другим языкам. Это задание 2. Так вот, ну мы вернемся к нашим реалиям, к непосредственно нашему контрольно-измерительному материалу и дизонационной работе ЕГЭ по китайскому. И так, первое задание устной части ЕГЭ является заданием базового уровня сложности. В соответствии с коммуникативной ситуацией, экзаменуемым предлагается некоторая реклама, рекламное объявление, такой стимул визуальный. Для того, чтобы принять решение, воспользоваться данным рекламным предложением или нет, экзаменуемым предлагается задать несколько, пять, если быть точной, уточняющих вопросов. На подготовку дается полторы минуты. На каждый вопрос, для формулировки каждого вопроса из пяти, отводится 20 секунд. Каждый правильно заданный вопрос оценивается в один балл. При этом принимаются только грамматически верные составленные вопросы, отражающие запрос в задании. Максимальное количество баллов, которые вы можете получить, это пять. Один правильный вопрос будет равен одному баллу. В этом задании вам не надо имитировать сам телефонный разговор, здороваться, представляться. Нужно просто задать пять вопросов на основе опорных слов, которые представлены в самом задании. Повторите правила образования общих специальных вопросов, обращая внимание на порядок слов в вопросительном предложении и в вопросительные слова. В задании есть указание задавать вопросы прямые. Но если вы вдруг зададите вопрос с вежливым оборотом, например, то этот вопрос будет засчитан как правильный, поскольку сам вопрос будет озвучен вами. И это будет именно вопрос. Не следует задавать несколько вопросов на одно и то же опорное слово за эти 20 секунд, которые отведены вам на одно опорное слово, на один вопрос, в надежде, что вы хотя бы один из них окажете верным, и эксперт, который будет вас слушать, выберет сам правильный вопрос из предложенных вами. А эксперт, эксперты, да, два всегда оценивают работу, два эксперта оценивают только один вопрос. Это последний из прозвучавших. Поэтому если экзаменуемый задаст вопрос, да, и поймет, что сделал ошибку, допустил ошибку в этом вопросе, то в это отведенное время можно еще успеть задать тот же самый вопрос правильно. Но если же вы исправите правильное на неправильное, то здесь полная аналогия с письменной частью. Если вы зачеркнули правильное и поставили неправильное, будет засчитано то, что вы написали последним. И в случае с устной частью, то последнее услышано и будет засчитано. И, соответственно, если вы вдруг правильно исправили на неправильное, то это будет ошибка, и вам поставят ноль баллов. Обратимся к критериям оценивания. Задание 1. Здесь дам некоторые пояснения. Что значит вопрос по содержанию отвечает поставленной задаче? Это значит, что запрос информации осуществлен и соответствует коммуникативной установке, которая дана в задании. Употребленная лексика, грамматика, фонетика, грамматические, лексические, фонетические погрешности не искажают смысл высказывания. Что значит грамматический правильно сформулирован? В вопросе употреблен верный порядок слов, есть грамматическое соответствие типу вопроса. Типа вопроса. Смотрите, да, здесь в моей речи вы услышите, что есть погрешности, есть, ну и на слайде в критериях есть погрешности, есть ошибки. Да, проведем тут какую-то черту, да, разницу. Ошибки вез из погрешности. Понятно, что любая фонетическая ошибка для китайского языка является, ну не просто фонетическая ошибка, является фонологической ошибкой. Изменение тона слова ведет, да, к изменению его смысла. Ну, так как задание базового уровня, мы принимаем такой здесь постулат. Если фонетические лексии, грамматические погрешности не искажают общий смысл фразы, и из ситуации общения понятно, что вы хотели сказать, и в 90% случаев тот, кто вас будет слушать, поймет, что вы имели в виду, даже несмотря на то, что вы ошибились, например, в одном тоне, то это считается погрешностью, и эксперты могут зачитать этот вопрос. Но если же тон изменил кардинально смысл фразы, да, как здесь я привожу там место, то тогда это будет считаться фонологической ошибкой, и уже вопрос не будет защиты. Что еще здесь можно, какие примеры привести? Фонетические лексические и грамматические погрешности, которые не искажают общий смысл фразы, допускаются. Это могут быть, например, ошибки в счетных словах, если вы не то, в счетные слова употребили. Если будет фонетическая ошибка в произнесении тона, да, при правильном произнесении тона в слогах во всей остальной фразе, и смысл вопроса не будет искажен. Так, повторю еще раз мысль о том, что если вы некоторые вступления делаете к своему вопросу, да, там, здравствуйте, я звоню, подскажите, пожалуйста, или я увидел объявление, то это допускается. Но самое главное, чтобы вы дальше были правильно заданные вопросы. И что еще важно, вот здесь я акцентирую ваше особое внимание. Если вы в первом вопросе, по первому пункту, по первому опорному слову не укажете и не произнесете тот предмет, да, о котором вообще будет вести речь, вестись речь, то есть вот этого рекламного объявления, там, либо этот магазин, как было здесь в демоверсии, либо там будет объявление, например, о концерте, и вы не скажете само слово «концерт», или, не знаю, там, курсы языковые, и вы не скажете языковые курсы, то это будет считаться ошибкой, и ваш первый вопрос не будет засчитан. Если в первом вопросе используются местоимения, указательные местоимения вместо названия предмета, объекта, мероприятия, события и так далее, о котором спрашивают, это будет вести к сбою в коммуникации, и не будет засчитан вопрос, как я уже сказала. Например, если нужно задать вопрос о местоположении магазина, как вот здесь, да, в нашем случае, или кинотеатра, вопрос «Джигадиван, дайна ли?» не будет принят. При этом, если вы далее, во втором, в третьем, четвертом, пятом вопросе будете уже указательным местоимением пользоваться, то это принимается, и это допустимо. Но самое главное – в первом вопросе указать конкретно, о чем вы будете дальше спрашивать. Каждый вопрос, как я уже сказала, оценивается отдельно, и если вдруг вы получите 0 баллов за первый вопрос, это не значит, что это обнуляет ваш результат по всему заданию. В отличие от задания 2 и 3, например, в нашей устной части или в письме, если вы не решаете коммуникативную задачу, то по первому аспекту получаете 0, и это обнуляет все ваши старания. И еще раз, если по одному тому же пункту плана в первом задании вы задаете два вопроса, первый правильный, а второй нет, то выставляется 0 баллов, поскольку оценивается только последнее услышанное. Перечислим типичные ошибки, которые допускали участники ЕГЭ по китайскому в 2019 году. Первая ошибка, да, ну вы все видите на слайде, так некоторые комментарии только озвучу, не буду зачитывать все ошибки, которые есть на слайде, да, типичные. Если вы задаете вопрос, например, про дату, день, неделя стоимости, без глагола связки, это принимается, да, мы принимаем во внимание, что в китайской языковой норме существуют оба варианта. Вы можете сказать Все это принимается. Если грамматическая форма правильная, да, самого вопроса, а одно из слов будет произнесено неправильно, о чем я уже говорила ранее. Например, вы хотите узнать достоимость билета и говорите То есть вместо тян говорите тян. Опять же, ситуация понятна, да, то есть тот человек, который окажется на том конце провода, продавая билеты на мероприятие, ну то есть разместив объявление о мероприятии, его задача продать билеты. И если вы позвоните и допустите такую ошибку, он поймет, о чем вы. Поэтому такой вопрос может быть принят. Но здесь самое главное все-таки, да, допустить только одну такую ошибку в своем вопросе. Далее. Перейдем ко второму заданию устной части ЕГЭ по китайскому языку. Второе задание уже повышенного уровня сложности. По ситуации перед вами три фотографии из вашего личного фотоальбома. И вам необходимо выбрать одно из трех предложенных фото. Фото и описать его воображаемому другу, да, такому условному другу. По предложенному в задании плану. На подготовку вам дается полторы минуты. Сам ответ должен длиться не более двух минут. И вам нужно уложиться в объем 8-9 фраз. Вот так выглядит само задание в демо-версии 2020 года. На экзамене рекомендуется выбирать тот снимок, который позволит вам наиболее выигрышно продемонстрировать свое владение иностранным языком. Сделав выбор, следует сосредоточиться именно на нем. И не следует менять фотографию в процессе ответа. При выстраивании монолога строго следуйте предложенному в задании плану. Следование плану необходимо, так как оно поможет вам не запутаться в своих рассуждениях, не упустить ни один из аспектов содержания и логично выстраивать свое высказывание. Помните, что ответ следует начать с технической фразы, которая представлена в самой демо-версии. Как это сказано в задании, вот тут вы это видите. Фраза не считается вступительной данной, она не входит в объем высказывания, не учитывается при подсчете экспертами. Разработчиками контроль измерительных материалов в ЕГЭ 2020 года, ой, у меня тут немножко они съехали, видимо, при пересылке, но надеюсь, что вам, в принципе, видно, какие это фразы. Предлагается вот такой набор стандартных вступительных заключительных фраз, соответствующих заданной ситуации. Вы показываете фото своему другу. Поэтому, вступительные фразы могут быть 我想给你介绍这张照片, 我想让你看我的相册. Заключительные фразы могут быть 我希望你喜欢我的照片, 我希望你对我的相册, 你对我的,對不起, 我希望你对我的相册感兴趣. Также на слайде, да, привожу, там,你看,这是我的 там照片, 这是我的相册, 你看,我们真高兴, то есть показываете такую естественную ситуацию вашего взаимодействия с другом, естественное общение. Демонстрируйте по некоторым пунктам плана высказывания. Также можно составить некоторые такие домашние, да, заготовки, ну, фразовые, фразовые такие единицы, которые вам могут помочь. Например, и так далее. Но, однако, все-таки вам, конечно, в своем ответе не следует полагаться только на клише, поскольку фотографии могут быть разные, вам нужно будет, естественно, как-то посмотреть, какие там есть фотографии, да, какая вам больше всего подходит по лексике, которой вы владеете, и выбрать та, которая наиболее выигрышно поможет вам себя продемонстрировать. Если вы будете полагаться только на клише, то, естественно, вы за такой ответ не сможете получить высокий балл. Но клише призваны сделать вашу речь более логичной, связной, заполнить вот такие неизбежные паузы, хезитации, да, на обдумывание фразы, снять психологические трудности и помочь вам войти, да, так вот в ситуацию монолога, включиться в ситуацию монолога. Поэтому вот эти фразы вы можете заучить и иметь в своем багаже, чтобы вы чувствуете себя более уверенно на экзамене. Для раскрытия второго пункта плана особенно удобны конструкции типа что вот они делают. Старайтесь вот все-таки использовать, наверное, такое длительное время, да, продолженное время при иллюстрации, свои словесные иллюстрации к тем фотографиям, к той фотографии, которую вы выберете. Активизируйте лексику для описания природы, да, вот в этом задании, внешности, одежды человека, действий каких-либо. Да, вы можете спрогнозировать по предметному содержанию речи, которые подставлены в кодификаторе, спецификация ЕГЭ в демо-версии, это все содержится, эти документы. По предметному содержанию речи вы можете спрогнозировать, какого рода фотографии могут быть, да, это может быть отдых, это может быть, не знаю, учебные какие-то ситуации и так далее. Предметное содержание вам поможет в этом. Полезны такие, да, тоже вводные, там, фразы заученные, да, помните, что в предложениях наличие вместо глаголов также можно использовать другие глаголы, которые будут оформлены сувиксом например, фан-джи, тхан-джи, джо-джи, там, джан-джи, гуа-джи и так далее. Если вы описываете действия людей на фото, как я уже сказала, не забывайте употреблять глаголы в правильной форме, то есть кто-то, джан-джай, там, джан-джи, джо-джи, шэма-шэма-на, и так далее. Данное задание оценивается по трём критериям решения коммуникативной задачи, то есть содержание высказывания, организация высказывания и языковое оформление высказывания. Особенно отметим, что если по критерию решения коммуникативной задачи эксперт выставляет вам 0 баллов, точнее 2, да, эксперта, то и весь ответ по данному заданию автоматически будет оценен 0 баллов. В критериях указаны требуемые объёмы высказывания, да, по каждому, на каждое количество баллов, вот посмотрите, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 3 и менее фраз, это как раз на 0. Обратите внимание, что важно не просто сказать нужное количество фраз, но и раскрыть все пункты плана, все аспекты в задании. Если один или несколько аспектов пунктов плана раскрыты не полностью или не раскрыты вообще, то количество баллов по данному критерию будет меньше максимально возможного даже при общем объёме 8-9 фраз. Второй критерий – организация высказывания, а имя и наличие в вашем высказывании средств логической связи, вступительной и заключительной фразы. Третий критерий – это языковое оформление высказывания экзаменуемого. Ну, соответственно, здесь идёт подсчёт ваших ошибок, лексико-грамматических, фонетических ошибок. Максимально за всё задание вы можете получить 7 баллов. Некоторые пояснения к критериям, да, решение коммуникативной задачи. Что это значит? Это значит, что должно быть соответствие теме и ситуация общения, указанная в задании, полнота и точность раскрытия темы, продуктивность речи, то есть вы не демонстрируете заученный какой-то текст, заимствован, например, там, из учебника. Ну, это всегда слышно, когда вы продуцируете самостоятельно, либо, когда вы заучены какой-то текст нам рассказывать, да, эксперту на том конце, скажем так, вашего такого общения условного. И, естественно, соответствие объёма высказывания также важно и учитывается именно в критерии решения коммуникативной задачи содержания. Что значит полный ответ? Полным ответом считается ответ, который раскрывает содержание всех пунктов плана и отвечающий коммуникативной задачи. Точным считается ответ, который соответствует содержанию фото и предложенным пунктам плана. Что значит неточный ответ? Это значит, что ответ не соответствует содержанию фото и пунктам плана. Имеется отход от темы, избыточная информация, то есть бода, да, так между нами говоря, рассказ вместо описания, элементы заученного монолога и фактические ошибки. Ну, то есть, например, на фотографии, которую вы выбрали зима, вы говорите, что это... Отсутствие адресности тоже показывает неточный ответ. То есть вы не обращаетесь к другу, когда рассказываете, хотя это дано в коммуникативной установке к заданию. Непонятные из-за языковых ошибок фразы. Что такое организация высказания, да, критерий? Это логичность в изложении материала, связанность текста, которая обеспечивается правильным использованием языковых средств передачи логической связи между отдельными частями высказания. То есть это союзы, вводные слова, местоимения. Как минимум, да, местоимения. Если в одном предложении сказали там у мамы, а потом сказали тха, то это тоже учитывается как одно из средств связи логической. Ну и все союзы парные вам тоже здесь помогут. Композиция текста также учитывается в организации высказания, по критерию организации высказания. То есть деление текста на вступительную фразу, основную часть и заключительную фразу согласно плану. Вступительная фраза, еще раз повторю, это фраза, которая идет до ответа на первый вопрос. Та фраза, которая представлена в задании, не является вступительной, это техническая фраза. Вступительная фраза диктуется коммуникативной ситуацией, которая дается в задании. Вступительная фраза предваряет до ответа на первый пункт плана, еще раз эту мысль повторю. Если завершающая фраза дана после большой паузы, то есть вы вступительную фразу потребили, основную часть своего монолога вы все проговорили, и потом большая пауза, вы вспоминаете о заключительной фразе. Это будет считаться как недочет, поскольку все-таки нарушается связанность монолога, и по критерию организации высказания вам могут поставить в одном из пунктов плюс-минус. Заключительная фраза, если она произнесена на родном языке, это все, что я хотела сказать, не засчитывается. Но если вы ее скажете на китайском языке, жадеши осян, то и ни шуа да, например, любую фразу, то она будет засчитываться. Про адресность немножко уже сказала, вот еще раз обращу ваше внимание. Отсутствие адресности сигнализирует о непонимании коммуникативной ситуации. В начале и в конце монолога от отвечающего ожидается прямое обращение к другу. Не фраза типа «Я хочу описать эту фотографию, я показываю эту фотографию другу, нужно тебе», «Я показываю эту фотографию тебе», потому что «Хочу, например, его, да, про друга, познакомить там со своим братом. Нужно, я хочу познакомить, потому что я хочу познакомить тебя, да, тебя со своим братом, там, ну, или с кем-то, кто, да, на фотографии, кого вы себе представите. однако, все же, если участник вначале не обращается к другу, то оценка не будет снижена. Но самое главное, чтобы в пункте 5 плана участник экзамена сказал «Хочу рассказать тебе», да, и если адресность отсутствует, то в дополнительной схеме при оцене эксперты опять же поставят плюс-минус, а это, между прочим, снизит на целый балл, вашу оценку по критерию решения коммуникативной задачи, потому что один из аспектов плана, пунктов плана будет не полностью освещен. Итак, типичные ошибки участников экзамена при выполнении задания 2 представляют на слайде. Тут у меня даже два слайда этому посвящено. Этот слайд посвящен тем ошибкам, которые влияют на критерий решения коммуникативной задачи. здесь адресность обращения к другу должна быть еще раз отмечу. Если вы даете лишнюю информацию избыточную, которая способствует отходу от темы, то есть опять же признаки заготовленного есть монолога, топиковость вашей речи и смена жанра на рассказ, то тоже это такая типичная ошибка бывает не только кстати у тех, кто сдает ИГО по-китайскому, но и по другим иностранным языкам это тоже типичная ошибка. Не высказывают свое мнение о сюжете фото, не объясняют, почему решили показать другу именно эту фотографию. Вот это часто встречалось в прошлом году, многие упускали этот аспект из своего внимания, пожалуйста, не повторяйте этих ошибок, обязательно объясните, почему вы решили показать другу именно эту фотографию. Да, и почему вы там решили сделать именно эту фотографию. Так, еще, второй слайд, как я обещала, мне посвящен двум другим критериям этого языкового оформления и логичной связанности. Здесь я сделаю комментарий относительно последнего, допускаю фонетические или лексикограмматические ошибки при ответе. К примеру, частой грамматической ошибкой при выполнении этого задания является нарушение правил выражения значения продолженного действия вида и при употреблении на речи джан, дзай и модальной частиц для передачи значения продолженного действия. Многие экзаменуемые не знают, как образуются порядковые числительные с помощью префикса и не могут сориентироваться при ответе или опереться на приведенные задания образец образования такого числительного. При произнесении фразы на этой, на первой и второй фотографии нередко игнорируются правила употребления после логов на речи и местах локативов по-разному. Возываются в разных источниках, которые уточняют пространственные отношения, типа тянь-бен, ху-бен, ху-бен, ша-бен, ся-бен и так далее. Нарушается их местоположение относительно слова, к которому они относятся, а также правила их употребления, функции подлежащие в дополнение определения. Предложения со значением местонахождения и наличия часто используются вне коммуникативного контекста. Итак, теперь переходим к заданию три. Вы в процессе моего такого монолога можете задавать вопросы и в конце своего выступления такого, посвященного всем трем заданиям с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Итак, задание три. Это уже высокий уровень сложности и при выполнении задания три экзамены мы должны опять же создать тематическое аналогическое высказывание, но здесь оно должно быть уже с элементами сопоставления и сравнения с опорой на вербальную ситуацию, которая дана в задании на русском языке. Опять же, это нас отличает от других языков, которые представлены в вариациях ЕГЭ. У нас все установки на русском, мы пока еще все-таки гуманны по отношению к своим задающим. Значит, с элементами рассуждения и сопоставления вам нужно создать монолог с опорой на вербальную ситуацию и фотографию. Точнее, фотографии и, а именно сравнение двух фотографий. Как я уже сказала, задание высокого уровня и участнику экзамена необходимо выявить черты, сходства и различия, выразить свое мнение, обосновать его. При этом умение, необходимое для выполнения задания 2, составляет лишь часть умений, которые необходимы для решения коммуникативной задачи в задании 3. Поскольку задание 3 супер высокого уровня сложности, в нем требуется продемонстрировать умение рассуждать, сравнивать, анализировать, сопоставлять, находить общее и различное. И в рамках данного задания экзаменуемым предстоит сравнивать две фотографии по приведенному плану, как план всегда представлен в самом задании. Фотографии в задании призваны проиллюстрировать два способа или два варианта делать что-то. Например, заниматься спортом дома или на улице, готовиться к экзаменам также, с репетитором или с друзьями и так далее. Покупать, не знаю, делать покупки в интернете или в реальном магазине. Максимальный балл, который вы можете получить за правильное выполнение этого задания 8. Участник экзамена готовится к ответу в течение полутора минут и затем вам предоставляется две минуты на сам ответ. И так также представляем вам некоторые заготовки домашние, скажем так, которые вы можете заучить и прийти с некоторой подготовленностью. Вот такие предлагаются варианты вступительных и заключительных фраз. как заключение, как заключительные фразы могут быть такие. И есть некоторые тут клише у меня, пока вы их зачитываете или не знаю, скрините, наверное, хотя это делать не обязательно, поскольку в методических рекомендациях по индивидуальным подготовкам, которые я вас ориентирую, есть все эти фразы, большинство из них. По первому пункту плана вам требуется четкое и лаконичное описание предложенных фотографий. При этом необходимо назвать само действие и место, где оно происходит. Оптимальным будет использовано предложение с конструкцией опять же, шамашама джанзай 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 шамашамане использовать. По второму и третьему пунктам плана можно назвать по одному и более сходству или различию соответственно. Это должны быть существенные сходства и различия, связанные с четвертым пунктом плана, то есть темой, на основании которой вам приводится сравнение фотографий. Четвертый пункт плана очень важен, он вас сориентирует на основании чего вам нужно производить соответствие, по каким критериям, какая тематика. Если речь идет о разных увлечениях, например, спорт и рисование, то мало указать, что на одном фото девочка, а на другом мальчик. Или на одном фото девочка в синей футболке, а на другой фотографии девочка в голубой футболке. Нужно сделать обобщение по характеру этих увлечений. Примеры клише у вас представлены на слайде, но зачитаю некоторые из них. И еще раз напоминаем, что формулировка четвертого пункта плана в значительной степени облегчает поиск принципиального сходства или различия между фотографиями. Говоря о своих предпочтениях в пункте четыре, помните, что вы выбираете не фото, а способ что-то делать изображенное на фото. То есть не просто вот тоже, да, примеры этого, здесь есть на слайде. Критерии оценивания те же, что и критерии оценивания задания два, но требования в плане языкового оформления выше. Соответственно, количество ошибок, которые вы можете допустить здесь при продуцировании также меньше. И действует тоже правило, что и при оценивании всех других ответов развернутых и как в письме, так и в устной части. Если по критерию решения коммуникативной задачи эксперт оставил вам ноль баллов, то весь ответ по данному критерию автоматически оценивается в ноль баллов. Некоторые пояснения к критериям задания три. Но решение коммуникативной задачи опять же повторяет соответствие теме, ситуации, общение, которое задано в задании, полнота, точность, раскрытие данной темы, продуктивный характер высказывания, соответствие объему высказывания, задействованы все детали фотографии, которые правильно и точно интерпретированы, правильно использованы стратегии в первую очередь именно рассуждения, сравнения. и, соответственно, другие стратегии, как повествование, описание в том числе. Но рассуждение это то, именно, что нужно продемонстрировать в третьем задании. Полный ответ раскрывает все пункты плана, отвечает коммуникативной задачей, точный ответ соответствует содержанию фото и предложенным пунктам плана, не точный ответ не соответствует соответствует этим пунктам плана и фото. Не точный ответ характеризуется отходом от темы, избыточной информацией, рассказом, место рассуждения, то есть жанровая другая особенность вашего продуцированного высказания. Элементы заученного монолога, топиковость также характеризуют не точный ответ и фактические ошибки. Также не точный ответ характеризуется большим количеством языковых ошибок и, соответственно, экспертам непонятно, что вы вообще хотели сказать. Высказания логичны и носят завершенный характер. Если участник строит свое высказание последовательно, связанно в соответствии с пунктом, с планом, с пунктами плана, имеет четкую композицию, если вы будете, собственно, следовать пунктам плана, то ваше высказание однозначно будет иметь четкую композицию, поэтому придерживайтесь пунктов плана. Не забывайте о том, что в вашем высказании обязательно должна быть вступительная и заключительная фраза, которая соответствует ситуации общения. И нельзя заканчивать свое монологическое высказание на середине фразы. Обязательно доведите до какого-то заключения свой монолог. Средства логической связи, я повторю, это союзы, водные слова, местоимения. Должны быть они использованы верно, придавать связанность вашему монологу и показывать характером монологического высказания типа рассуждения с элементами описания. Если завершающая фраза так же, как во втором задании, после большой паузы это не дочет, нарушается связанность. И также, если заключительная фраза произнесена на родном языке, она не будет учитываться. Какие типичные ошибки? Представляю их на вот этом слайде. часто бывает, что вместо того, чтобы сравнивать фотографии, участники экзамена просто описывают сюжеты двух фотографий. Это большая ошибка. Это не соответствует коммуникативным основам, которые даются в этом задании. Если вдруг вы не выделите до общей отличительной черты фотографии. Если вы даете по одной фразе на каждый пункт плана, не все участники ЕГЭ справляются с первым пунктом плана. Это краткое описание фотографий. При выполнении этого задания повторяются те же ошибки, которые и в других аспектах, других разделах мы видим при выполнении, при сдаче ЕГЭ по-китайскому. Это неспособность производить грамматически правильные предложения и лексическим образом, они не характеризуются даже таким элементарным, наверное, базовым уровнем лексики владения. Такой лексический запас очень скуден. Поэтому здесь, конечно, в третьем задании вам нужно показать совсем другие умения, высокий уровень сложности. И отвечая на четвертый вопрос, говорят, что предпочитают фото, а не деятельность или действия, которые там происходят, то есть, соответственно, не понимают установки. Данные в пункте 4. Ключевой пункт задания 3 – это пол 4. Типичной ошибкой в решении коммуникативной задачи становится остребление экзаменов выразить свое отношение не к действиям, изображенным на фото, а к самой фотографии. И отметим, что пункт 4 также имеет такое большое значение для выявления не только общего, но и различного между фотографиями. И нужно что еще отметить здесь, не формулирую ступительную заключенную фразу, уже говорила, не используют средства логической связи, допускают ошибки. Собственно, мы подходим к завершению. Если у вас все-таки были вопросы, я жду от вас их в чате. Задавайте, что могу обобщить. Устная часть ЕГЭ проверяет продуктивное речевое умение, умение говорения. И выполнение заданий устной части выпускниками 2019 года выявило две основные проблемы. Первое, это то, что не раз уже говорил, не могут наши выпускники грамматически правильно строить предложение. Лексический запас находится на элементарном уровне, а говорение это сложное умение и продуцировать устные высказывания даже на родном языке, довольно сложная группа умений. Поэтому необходимо целенаправленно развивать это умение и связанное с этим компетенцией, побуждая себя в вашем случае к устной речи соответствует естественной принципе коммуникации. Александра спрашивает, почему так мало кимов по китайскому языку? Только 19 и 20, нет разнообразия. Ну, как вы можете понять, это связано с тем, что, собственно, ЕГЭ по китайскому издается только второй раз, второй год, пока еще наше издательство не подготовили такого рода материалы подготовительные, как по другим языкам. Все только еще в стадии становления. Но сами демо-версии вас ориентируют, вы можете со своими учителями, и я думаю, что они это с успехом делают, типовые задания вам предлагают. Вот, это больше ни с чем не связано, только с тем, что сам процесс введения ЕГЭ по китайскому языку, это только начало его. И в отличие от, например, ЕГЭ по английскому языку или по немецкому французскому, довольно уже давно они все разработаны были. Вот, есть еще какие-то вопросы? Давайте, ребят, может быть, у старших коллег, если они с нами, есть тоже какие-то вопросы. Ну, вы пока думайте, я еще скажу пару фраз. Для самоподготовки какая у вас должна быть, какой алгоритм действий? Вот, исходя из той ситуации, действительно, материалов мало для подготовки, у вас, собственно, есть только демо-версия. Что вам нужно сделать? В качестве первого шага самоподготовки выполните весь демонстрационный вариант устной части, засеките время, чтобы вы уложились 12 минут, запишите свой ответ на цифровой носитель, на диктофон, например. Затем прослушайте его и оцените, используя те критерии, которые представлены в демо-версии. А также, помимо критериев, в методических рекомендациях для индивидуальной подготовки есть дополнительные схемы оценивания ответов, именно с которыми работают эксперты. Вы также можете их себе распечатать и прямо по этой дополнительной схеме себя оценить. Второй шаг проверьте себя по критериям. Если вдруг вам это трудно, то можете, наверное, обратиться к своему ведущему учителю китайского языка, чтобы он вас оценил. Третий шаг изучить, какие именно умения проверяются в устной части, отметьте, какие задания вы не смогли выполнить успешно, подумайте, почему вы испытали такие трудности, с чем вы не справились. И четвертый шаг это изучите тщательные рекомендации для индивидуальной подготовки. Обратите внимание на именно те рекомендации, которые даются по тем заданиям, которые вызвали у вас сложность, где вы чувствуете себя неуверенно или где вы допустили ошибки. И регистрируйте свой прогресс, сколько вы, например, ошибок допустили на одной неделе, потом подготовились еще, и получилось ли у вас улучшить свой результат. Где все это искать? О чем я говорю? Все это сайт www.trilabla.fipi.ru Здесь вы, как вы можете увидеть на слайде, есть видео, такая консультация, которая была записана в 2019 году. Есть весь пакет демо-версии, где и сам контроль-изводительный материал, и кодификатор, спецификация есть. И самое главное, вот о чем я сегодня вас много раз отсылала к этому документу, вот так он называется, скачайте его и работайте с ним, очень много, о чем я говорила, и в том числе примеров, и там заключительных вступительных раз тоже есть в этом документе. Так, Саша, я буду задавать два иностранных языка в этом году, китайский и английский. На какое из них будет обращать внимание больше при поступлении? Ну, здесь все зависит, скорее всего, от непосредственно приемной комиссии, того вуза, в который вы будете поступать, но обычно, из своего опыта скажу, я тоже бывало работала в приемной комиссии, обычно это не возникает у вас, скажем так, вопроса, какой язык вы даете на большее количество баллов, тот вы и подаете обычно. Потому что по регламенту, я думаю, что он во всех вузах такой, принимается, по иностранному языку в принципе, и, соответственно, вы тот, который для вас более выигрышный, те баллы, которые для вас наиболее выигрышны в этой ситуации, вы и подаете. Вот и все. А так, чтобы как-то влияло, например, на китайские зачисления, на китайское отделение, именно то, что вы сдаете, сдавали китайский, но при этом баллов, например, у вас по нему меньше, то не имеет это смысла. Если сдадите лучше английский, подавайте английский. Но потом, зато, если у вас таких будет много, то, возможно, в вузах будет возможность создать продолжающую группу. Если там, например, человек 7 наберется, там 8, 7, 8, 9. Чем больше, конечно, тем лучше, но тем не менее. То есть уже после того, как вы зачисляетесь, встретитесь с ребятами, будете непосредственно уже с учебным отделом, своим деканатом общаться, вы можете попросить, сделать такой комментарий, банксе, бойлсе, сделать комментарий, что вот у меня продолжающий уровень, там либо предоставить результаты или предоставить результаты единого государственного экзамена, и сделать пометку, что, мол, я уже что-то дознаю, если у вас есть возможность организовать продолжающую группу, то давайте меня туда. Можете вот такой делать комментарий. Ну вот из моего опыта могу вам сказать. Если будут у вас какие-то вопросы, можете мне написать на мою личную почту, почту корпоративную. Если возникнут, то буду с радостью вам отвечать на них. Если у вас больше нет вопросов, ну или если они потом появятся, вы все-таки мне пишите. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Гуанчжао. Жу нимын шэнтхи диэнкан. И во хайсян жу нимын гао као джяййоу. Зайдзян. До свидания, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание.